Если никто не будет возражать, пожалуй, и начнем. Меня зовут Аркадий Халюков, являюсь генеральным директором издательского дома Гребинников. И сегодня расскажу в том числе о некоторых особенностях комплектования фондов в университетах четвертого поколения. Прежде всего, о том, что такое университет четвертого поколения. Могут ли подобные примеры подобных университетов быть отмечены в России? Ну и, кроме того, поделюсь некоторыми соображениями по поводу комплектования фондов в ряде университетских библиотек Испании, Германии, Италии. Надеюсь, некоторые наблюдения покажутся вам полезными. Если вдруг будет что-то не то со связью, либо плохо слышно или видно, прошу об этом писать, постараюсь реагировать своевременно. Ну, могу отметить, что достаточно часто применительно в том числе и к российскому рынку электронных ресурсов принято говорить о недостатках, о многочисленных проблемах с финансированием, о различных иных проблемах. Ну, вот, с вашего позволения, не хочется сегодня говорить сугубо о грустном. Хотелось бы отметить и положительные примеры, и вот от этой, скажем, несколько порочной практики немножко отказаться. Ну, и, кроме того, если начинать, то, пожалуй, начнем с самого главного. Сегодня 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, ну, действительно, это нельзя не отметить. Всех нас с этим замечательным праздником. Ну, а если говорить о праздниках и о днях рождения, то сегодня мы речь ведем о укомплектовании фондов в университетских библиотеках. В университетских библиотеках далеко не только Пушкин, наше все. Поэтому хотелось бы поздравить с уже прошедшим днем рождения своего друга Алексея Скалобана, который также присутствует на вебинаре. Опять же, прежде чем перейти к вопросу о комплектовании фондов в университетах четвертого поколения, рассказу о том, что собой вообще представляет университет четвертого поколения, позволю себе такой шуточный слайд, поскольку подчас бытовые вопросы жизненного, я бы сказал, характера имеют более существенное значение, нежели стратегическое видение. Да, ну вот на данном слайде буквально отображено. Перед включением чайника попросите Евдокимова АП сохранить данные на компьютере. Иногда это действительно бывает важнее, в том числе по отношению к российской экономике. Применительно к российскому рынку электронных образовательных ресурсов достаточно часто, особенно в последнее время, употребляется числительное четыре. Об этом данный слайд. Сколько у нас четыре, а сколько у нас шпаг четыре. Достаточно много и часто в последнее время говорится об университетах четвертого поколения, о четвертой промышленной революции, четвертой информационной революции, этапах развития интернета, в том числе системе Веб 4.0 и искусственный интеллект. И в этой связи отмечу три наиболее часто цитируемых книги. Это, конечно, Йохан Виссамо «Университет 3.0», Йохан Виссамо – профессор Довского университета. Он неоднократно бывал в России, в том числе выступал с лекциями в Национальном исследовательском Томском государственном университете. Это Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция» и Джим Дэвис «Информационная революция. Путь к корпоративному разуму». По поводу четвертой промышленной революции, об этом также говорится и пишется достаточно много, в том числе, например, о том, что человечество в свое время уже было свидетелем трех промышленных революций, и сейчас мы стоим на пороге четвертой. Первая длилась с 1760-х годов по середину XIX века и характеризовалась строительством железных дорог и изобретением парового двигателя. Вторая промышленная революция с конца XIX века до начала XX – это внедрение электричества и конвейерное производство. Третья промышленная революция началась в 60-е годы XX века. Ее часто называют цифровой революцией, поскольку это время во многом послужило началом использования полупроводников и ЭВМ. Наше время практически всегда применительно к самым разным сферам – это переходный период. В данном случае можно отметить, что инновации третьей промышленной революции уже упираются в потолок, но четвертая еще не наступила. В связи с этим Клаус Шваб приходит для себя к ряду определенных выводов. Например, он предполагает, что временем начала четвертой промышленной революции можно считать условно 2025 год. Одно из главных отличий этой революции состоит в том, что изменения будут происходить стремительными темпами. В связи с этим, например, хотелось бы отметить недавний материал в журнале «Университетская книга» интервью генерального директора издательства ЛАНи Александра Никифорова Елене Бейлиной о том, что нужно бежать вдвое быстрее. Во многом это действительно так. И вывод Клауса Шваба, с которым спорить крайне сложно, пройдет всего 10 лет и мир кардинально изменится. По поводу того, изменится ли он в лучшую сторону, здесь уже могут быть разные оценки, разные точки зрения. Хотелось бы, опять же, надеяться на лучшее, но не будем сильно забегать вперед. По поводу университетов третьего поколения и четвертого поколения, по поводу принятой градации. Отмечу, что изначально она отображена в работе, зафиксирована в работе Йохана Виссама, «Университет 3.0». Различают три поколения университета. Университет первого поколения, средневековый, гумбольтовский, где образовательная функция поставлена в углово угла, и, собственно, она и является единственной. Университет второго поколения – это исследовательский или научно-исследовательский университет. И, наконец, университет третьего поколения. Университет, где имеет несомненное значение – практическая коммерческая составляющая. Это сетевые университеты, которые сотрудничают с крупными промышленными предприятиями, крупными организациями, выходят на рынок, по возможности пытаются на него влиять. И самое главное – это взаимосвязь между некими проектами, разработками и их воплощением. По возможности, конечно, материальным, поскольку именно практическая составляющая и коммерциализация здесь имеют несомненное значение. Почему университет третьего поколения во многом неизбежность? Во-первых, университеты уже сейчас вынуждены искать альтернативные государственные источники финансирования. Это тоже развитие коммерческой составляющей работы университетов. Отказ от принципа региональных монополий. Знаменитая фраза о том, что где родился, там и пригодился, к большому сожалению, уже не актуально. Мы прекрасно понимаем, что, скажем, закончивший Тверскую школу или гимназию ученик совершенно спокойно может поступить не в Тверской университет, не в один из Тверских университетов, а куда-либо еще. Тем более, что, скажем, Москва и Санкт-Петербург рядом. И можно привести пример не только с этим городом, но и со многими другими. Это действительно отказ от принципа региональных монополий. Можно отметить и изменение форм организации науки, работа ученых в междисциплинарных командах, фокусирующихся на конкретных областях исследований, необходимость обеспечивания эффективности управления в новых условиях, которые действительно постоянно меняются, и научно-ориентированное образование. Я, может быть, не буду подробно останавливаться на экономической составляющей университета третьего поколения по поводу ключевых принципов, новой модели образования, но могу отметить, что действительно университет третьего поколения – это некий сетевой хаб, это университет, который взаимодействует с самыми разными организациями, проектными, государственными корпорациями, корпоративными институтами. Больше того, на примере некоторых западных университетов обнаружил, что внутри, в структуре самих университетов существует собственный корпоративный университет, который занимается разработкой корпоративного продукта, корпоративных программ обучения. То, что все-таки нашим университетам свойственно в меньшей степени. У нас это реализовано, скажем, в таких крупных госкорпорациях, как Каспром, да, ну и некоторых других. Ну и также могу отметить основные характеристики университета третьего поколения. Вот на этом, пожалуй, с вашего позволения остановлюсь. Это фундаментальные исследования, это междисциплинарность, взаимосвязь науки, образования и бизнеса не на словах, а на деле, на практике, тесное сотрудничество с промышленными компаниями, коммерческими организациями, крупными банками, государственным и не только государственным сектором. Университет третьего поколения – это открытый университет, это открытые репозитории в том числе. И мой масштаб деятельности несколько, опять же, к разговору о сетевом хабе. И мой творческий потенциал, включая проектную составляющую, дизайн, да, ну и многое другое. Безусловно, владение иностранными языками, в первую очередь английским. Не будем скрывать, что с этим вопросом, к большому сожалению, у нас проблемы есть, да. И ученые наши не в состоянии подчас написать грамотный и сильный текст на английском языке, чтобы претендовать на его публикацию в журналах, да, соответствующих. Вот, но действительно, этот вопрос, это проблема, которую необходимо исправлять. Здесь у нас есть серьезные сложности. Производственная, коммерческая составляющая, производство и коммерциализация, и децентрализация. Ну, по поводу университета четвертого поколения, драйвера рынка, университетов, которые с определенной оговоркой имеют возможность на эти рынки влиять. Здесь можно отметить и социальную ответственность, и многое другое. И здесь в качестве примера достаточно часто приводят технический университет в Мюнхене. Дело в том, что выпускники этого университета достаточно тесно, плотно сотрудничают с компанией Тесла. И компания Тесла заказывает разработку, да, и анализ самых разных проектов. И представителям, соответственно, преподавательского состава и студентам технического университета в Мюнхене идет достаточно тесная явная конгломерация. И во многом даже студенты технического университета в Мюнхене предлагают собственные наработки на рассмотрение специалистам компании Тесла. То есть действительно, ну вот некий такой своеобразный консорс он сложился между одной из крупнейших компаний мира, развивающихся, и одним из ведущих технических университетов Европы. Ну, можно привести не только технический университет в Мюнхене в качестве примера, но и многие другие. В целом, если говорить непосредственно об университете четвертого поколения и последнее время, ну вот в частности в последний год достаточно часто ведут речь специалисты именно о университете четвертого поколения. Чем он отличается от университета третьего поколения? Тем, что он имеет возможность влиять на рынки. Тем, что университет четвертого поколения – это некий драйвер экономического роста в той или иной отрасли, основа глобальной конкурентоспособности национальных экономик и национальных объединений. Предпринимательская экосистема университета четвертого поколения формирует новые быстрорастущие отрасли, перспективные рынки, лидирующие пространство, в том числе административно-территориальные. Ну, если вдруг кто не знает, что такое драйвер, это программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с соответствующим устройством вычислительной системы. На всякий случай определение приведено на данном слайде. По поводу университетов третьего и четвертого поколений в Российской Федерации. Действительно, достаточно часто приводится в качестве примеров ведущие университеты, скажем, британские, американские, шанхайский университет, да, университеты Германии, в том числе некоторые итальянские университеты. А есть ли примеры подобного рода у нас в России? С определенной оговоркой можно сказать, что да, они есть. Ну, например, питерский политех, разработка, соответственно, проект «Кортеж». Все, что в большей или меньшей степени связано с автомобилями представительского класса. И все, что у нас есть более-менее приличного в этой отрасли, да, в плане разработок, оно так или иначе связано с питерским политехом. Ну, мы об этом также прекрасно знаем, о том, что представители университета активно участвуют, в том числе в разработке инновационных проектов в нашей экономике. Опять же, можно приводить разные примеры, можно приводить, скажем, Самарский национальный и исследовательский университет имени Королева, проект, ну, соответственно, «Самара Глобал», и некоторые иные технические университеты. Но в связи с этим может возникнуть вполне естественный вопрос. Да, вот, скажем, у некоторых ведущих технических университетов в тех или иных странах, в том числе в России, есть действительно определенные наработки, которые имеют значение, имеют вес в определенной отрасли, которые позволяют эту отрасль развивать. Но могут ли быть примеры, не связанные непосредственно с техническими университетами, да, скажем, со специализированными. В качестве примера также могу отметить Российский государственный педагогический университет имени Герцена и их разработки по обучению лиц с ограничениями по здоровью, ну, в первую очередь, конечно, по зрению. Казалось бы, в действительности, ну, скажем, на издание литературы для лиц с ограничениями по здоровью, и на этот рынок должны влиять в первую очередь непосредственные профильные организации, министерства, ведомства. Но мы прекрасно понимаем, что определенную роль здесь играет конкретный педагогический университет, и их роль в разработке, ну, и вообще в научно-методическом обеспечении, в создании литературы, в создании полноценных электронных библиотечных систем для лиц с ограничениями по здоровью, сложно недооценить, поскольку, ну, действительно, это имеет место. По поводу электронного информационного ресурса третьего или четвертого поколения. Мне на прошлогоднем конгрессе РБА во Владимире Михаил Шепель задал вполне справедливый вопрос. Аркадий, ты достаточно часто и много рассказываешь об университетах третьего и четвертого поколений в России, не только, а каким должен быть универсальный электронный информационный ресурс, который в большей или меньшей степени соответствует университету третьего или четвертого поколения. Ну, есть действительно некий универсальный ответ, который может быть рассмотрен. В первую очередь, это ресурс скорее открытого доступа. Ценообразование должно быть ясным, четким, понятным, прозрачным. Практическая составляющая, практика, ориентированность. Это различные кейсы, методики и многое другое. Опять же, взаимосвязь не на словах, а на деле, на практике, науке, образовании и бизнеса. Это конгломерация, сотрудничество с промышленными компаниями, с проектными организациями, которые имеют возможность влиять на рынок тем или иным способом. Кроме того, важно отметить, и об этом буду говорить сегодня неоднократно, отсутствие противостояния и противопоставления отечественных и зарубежных ресурсов. Что в определенной степени присутствует на российском рынке, можно запросто на сайте университетской библиотеки того или иного университета обнаружить раздел отечественной и зарубежной базы данных. Скажем, отечественной ЭБС или зарубежной базы данных. В действительности, в том числе, в связи с большей практикой и владением иностранными языками, на самом деле, такой проблемы в ведущих западных университетах, и не только западных университетах, такой проблемы не стоит. Кроме того, понятия базы данных книжной коллекции со временем будут терять прежнюю значимость и актуальность. И когда приходится, ну вот приходится действительно иногда слышать, мы подписаны на 15 или 20 книг в составе такой-то ЭБС. Но в действительности мы прекрасно понимаем, что понятие электронный информационный ресурс, электронная библиотечная система, как ее ни назови, это понятие гораздо более глобальное, значимое, информативно насыщенное, нежели вот просто какая-то книжная коллекция, сколько-то книг в составе той или иной ЭБС. Опять же, интерактив, технология блокчейн и многое-многое другое. Также в последнее время, применительно к университетским, да и не только к университетским библиотекам, приходится слышать о том, что там или в каком-то другом месте достаточно часто проходят различные форсайт-сессии. Хотя в действительности к форсайту подчас это не имеет никакого отношения. Отмечу, что форсайт – это формирование будущего с участием всех ключевых заинтересованных сторон и опорой на научно обоснованные методы. Здесь учитывается и новая промышленная революция, да, четвертая промышленная революция, переход от экономики знаний к экономике действий. Это иной новый формат бизнес-экономических образовательных моделей, университет третьего поколения с акцентом на практическую коммерческую составляющую, университет четвертого поколения драйвер рынка и иной спрос на компетенции, когда технические специальности скорее являются плюсом, нежели наоборот. Вот. Могу отметить, что вообще есть у нас такой журнал «Форсайт», который издается высшей школой экономики, и это один из моих любимых научных журналов. Это журнал, соответственно, открытого доступа, можно ознакомиться и с содержанием, с материалами, представленными. Достаточно интересный журнал. Журнал представляет собой площадку для взаимодействия ученых, политиков, предпринимателей и других участников инновационного процесса, для обсуждения разнообразных аспектов научно-технической политики и создания различных инноваций. Основные темы, рассматриваемые на страницах журнала «Форсайт», в общем-то, они представлены. Опять же, можно ознакомиться самостоятельно, в том числе упомянуть журнал «Открытого доступа». Также, когда говорю об университете четвертого поколения, достаточно часто цитирую высказывания Александра Чулака, директора «Форсайт-центра высшей школы экономики». На слайде отображена эта цитата. Там много, скажем так, перспективного и, возможно, не бесспорного, весьма и весьма любопытного, но с главным выводом, к которому приходит специалист, пожалуй, спорить достаточно сложно. Новые рынки вытесняют традиционные сектора экономики, и, пожалуй, да, опять же, с этим нельзя не согласиться, самая большая угроза и для человека, и для страны в целом – это неготовность адаптироваться, вписаться в новое будущее. Вспоминая интервью Александра Никифорова и Елене Берельной, действительно бежать вдвое быстрее, иначе не получится. Вот некоторые мысли Александра Чулака о том, что образовательный процесс будущего будет устроен совсем иначе, чем сейчас, и в какие-то моменты поверить достаточно сложно, в частности, что любое образование, в том числе, скажем, медицинское, можно будет получить в онлайн-режиме и многие другие моменты. Но, тем не менее, такое видение существует, и подобные вопросы разбираются, в том числе, на страницах журнала «Форсайт». Применительно к библиотекам, библиотекарям и комплектованию библиотечных фондов в структуре университета четвертого поколения. Особенно в последнее время часто приходится сталкиваться с разными предубеждениями, а подчас мифами о том, кто такой библиотекарь, о том, что собой представляет и может представлять университетская библиотека. Мы вот с некоторыми, считаю, возможным ознакомить. Например, говорится о том, что библиотекарь – это некий посредник. Между кем-то и кем-то, чем-то и чем-то, между культурным наследием прошлого и современностью, например, между читателем и книгой, автором и читателем, издателем и читателем. Ну вот, что весьма серьезно, между различными подразделениями университета, подчас между молотом и наковальней. И в том случае, если вуз действительно отраслевой, ведомственный, скажем, аграрный, сельскохозяйственный, медицинский, университет путей сообщения, то подчас и даже между различными министерствами и ведомствами, когда свое профильное не очень помогает, а потом приходят проверять Минобор, ну и возникают проблемы, о которых даже говорить не хочется, но и виноват, как обычно, библиотекарь в подобных ситуациях. И с таким мифом тоже приходится сталкиваться о том, что библиотека – это некий центр культурно-досуговой деятельности. Да, вот превращение университетской библиотеки в некую массовую, публичную, вот этот девиз знаменитый, «Библиотекарь, не будьте робки», ну и дальше по тексту. В действительности мы, конечно, прекрасно понимаем, что у массовой публичной библиотеки и научной библиотеки университета совершенно разные цели и задачи. И такой миф присутствует, к большому сожалению. Подчас даже руководство университета считает, что библиотекаря – это такой вот технический вспомогательный персонал, они все время ходят, топчут и просят денег на свое разное, связанное с комплектованием и не только. И вспоминают о библиотекарях ближе к аккредитации, и заходишь на сайт университета и пытаешься найти там библиотеку и находишь ее в разделе «Прочее», где-то между медпунктом и бассейном. То есть есть бассейн, есть медпункт, есть еще что-то, есть столовая и где-то там библиотека тоже мелькает. Ну вот, к огромному сожалению, действительно подобное иногда присутствует. Ну и самый опасный миф, несоответствующий действительности, о том, что библиотека – это место тишины. В прошлом году присутствовал на юбилее библиотеки одного из университетов. Библиотека была основана, ну, соответственно, в год основания университета. И проректор, в общем-то, сказал буквально следующее. Как известно, библиотека – это место тишины. Начал свое поздравление с этих слов. Ну, прекрасно, да, осознаем, что библиотека – это совсем не место тишины, это место жизни. И самое главное – библиотека университета – это и есть сам университет. Но не стоит забывать о том, что с подобными мифами приходится сталкиваться все чаще. Так какой же должна быть библиотека в университете четвертого поколения? Ну и в целом, какой должна быть библиотека? Я часто вспоминаю это высказывание Екатерины Юрьевны Гениевой. И слайд этот люблю, использую его достаточно часто. Одно из разработанных положений ЮНЕСКО, которое Екатерина Юрьевна часто повторяла в своих многочисленных интервью. Библиотека должна быть френдли, то есть дружественной, располагающей к себе. Библиотека должна быть секси, ну, как это слово не переведи, коннотации так или иначе всегда приятные. Опять же, обаятельной, располагающей к себе. И библиотека должна вызывать желание побыть в библиотеке, провести в ней определенное время. Не просто читатель пришел за книгой, забрал ее, потом вернулся, принес. Это не какой-то механический и механистический процесс. Это нечто иное, гораздо более значимое, более существенное. По поводу этапов развития интернета. То, что, пожалуй, имеет место в настоящий момент. Система Web 3.0, пользователь ищет эксперта. Если, скажем, в середине 90-х годов и даже в начале 2000-х годов для пользователя крайне важным был сам факт поиска информации, мы, если бы в конце 90-х годов в любом из существовавших на тот момент поисковиков набрали бы словосочетание аудит бренда, мы бы ознакомились с перечнем источников, с совсем небогатым перечнем источников. И причем это далеко не всегда была бы литература на русском языке. То есть важно хоть что-то найти. Пользователь ищет информацию в самом прямом смысле этого слова. Система Web 2.0, пользователь ищет пользователя. Это различные блоги, социальные сети. Для человека важно наличие человека с похожей проблемой. Пусть даже его мнение, его точка зрения не будет экспертной, но тем не менее, хотелось бы мнениями с ним обменяться, прийти к своим выводам. Возможно на бытовом уровне, не профессиональном, но тем не менее. И то, что, пожалуй, имеет место в настоящий момент, система Web 3.0, пользователь ищет эксперта. Если мы сейчас в Гугле или Яндексе наберем аудит бренда, список источников, с которыми нам предлагается ознакомиться, просто объемный, глобальный, многостраничный. И здесь крайне важно понять, что действительно следует прочитать, что изучить, к чему может быть вообще не обращаться. И здесь крайне важно отметить роль библиотеки и библиотекаря как эксперта, как специалиста, помогающего в поиске, анализе, оценке, экспертной оценке информации. Поскольку действительно роль библиотеки и библиотекаря здесь просто невозможно переоценить. И крайне важно, чтобы читатель, пользователь не считал, что в интернете все можно найти. Я думаю, мы неоднократно слышали подобную фразу. А чтобы обращался по возможности с запросом за профессиональной экспертной оценкой именно к библиотекарю. Ну и система Web 4.0 – это искусственный интеллект. Тема отдельного большого разговора. Ну, действительно, отложим его, может быть, до каких-то других вебинаров. Тем более, что подобные вебинары на данной площадке проводились и будут проводиться. По поводу библиотеки в университете четвертого поколения. Что следует отметить? Что библиотекарь, конечно, не просто посредник между кем-то и чем-то. Не просто представитель вспомогательного подразделения в структуре УЗА. А наставник, эксперт, помогающий в поиске информации, в ее анализе, оценке. И самое главное – принятие верных решений. Экономящий время специалистам. Кроме того, нельзя не отметить образовательный процесс, плюс исследовательскую деятельность, библиотечные и информационные технологии. И мой спрос на компетенции и технические специальности в данной ситуации. При развитии университета, когда перед библиотекой, в том числе, ставятся иные цели и задачи, более масштабные технические специальности, несомненный плюс в данной ситуации. Управление изменениями, учиться, учиться и учиться. Концепция пожизненного обучения. Опять же, технология блокчейн. Ну и самая главная мысль. Библиотека в университете четвертого поколения – это не просто какое-то структурное вспомогательное подразделение. Библиотека университета – это и есть сам университет. Могу отметить, что неоднократно выступал с докладами и сообщениями по поводу электронных ресурсов, комплектования библиотечных фондов в университетских библиотеках Испании, Италии, Германии. Ну вот, пожалуй, с некоторыми наблюдениями, некоторыми выводами небезынтересными. Считаю вас возможным ознакомить. В частности, был проанализирован рейтинг «The Times High Education» – «World University Rankings». Были отмечены ведущие университеты Италии, Испании, Германии. Ну вот, в разное время выступал с докладами по рынку электронных образовательных ресурсов в этих странах. Здесь приведены ведущие университеты Италии, в том числе и весьма известный Болонский университет, ну и многие-многие-многие другие. Ну и, кроме того, могу сказать, что профессионально занимался, в том числе и рынком образовательных электронных ресурсов на немецком рынке, и издательский дом Гребенников даже в свое время выпустил книгу «Высшее образование в Германии. Практическое руководство для абитуриентов». То есть, действительно, этой темой мы, ну, с позволения сказать, занимались достаточно плотно. Так вот, какие основные особенности, моменты имеет смысл отметить, да, ознакомить с ними вас, возможно, они покажутся небезынтересными в плане комплектования фондов и не только. Так вот, очевидно, усиление позиций научной литературы. В настоящий момент издатели и издательства научной литературы, ну вот, скорее переживают кризис по финансовым и не только соображениям. Ну, могу отметить, что те из них, которые им все-таки удастся дожить до лучших времен, ну, столкнутся с гораздо лучшими условиями. Действительно, усиление научной составляющей, научно-исследовательской составляющей и в целом усиление позиций научной литературы. Триада «E-books, journals, learning» или «Learning Media Solutions» или просто «E-media Solutions». То есть, комплектование фондов книгами, комплектование фондов журналами и, собственно, электронное обучение. Это медиатека университета. Причем заходишь подчас на сайт университетской библиотеки немецкого университета, испанского университета, и эту триаду видишь даже на стартовой странице. «E-books, journals, media» или «Media Solutions» или «Медиатека» – это видеокурсы, это видеолекции, это самое разное, а также многочисленные составляющие того, что мы бы, скажем, назвали дистанционным образованием или дистанционным обучением. В этом также принимает непосредственное участие и библиотека, равно как и, скажем так, курирует научно-исследовательскую деятельность университета, также библиотеку университета третьего и четвертого поколений. К большому сожалению, на российском рынке, да можно даже слово «рынок» здесь и не употреблять, библиотеки в целом проиграли борьбу за научно-исследовательскую составляющую. В структуре наших университетов подобной деятельностью, подобной работой, как правило, занимаются все-таки другие подразделения. Будем объективными. Кроме того, нет противопоставления отечественных и зарубежных баз данных, о чем уже говорил, и не только по причине владения иностранными языками, но и по многим другим причинам. Комплектование во многом ресурсами открытого доступа, ну и не такое большое количество агрегаторов, к которому мы привыкли, если говорить именно о российском рынке электронных образовательных ресурсов. Ну вот, чтобы не быть голословным, страничка университетской библиотеки технического университета в Мюнхене действительно триады, да, база данных, книжные базы данных в основном, и «Journals» и «Media». То есть, действительно, медиатека – это и видеокурсы, и видеолекции, и многое другое. Вот это триады, три важнейших составляющих. Книжные коллекции, книжные базы данных – то, что имеет непосредственное отношение к образовательной функции, к обеспечению учебного образовательного процесса. «Journals» – это научная, научно-исследовательская составляющая. И медиатека, ну, действительно, как новое направление, как направление, в том числе, относящееся к концепции дистанционного образования. И этим это направление, точнее, также в университетах третьего и четвертого поколений во многом курирует библиотека. Страничка университета в Наваре, ну, это уже Испания, ну, соответственно, преподавателям, да, то есть, там, студентам и так дальше. Причем исследовательская составляющая действительно присутствует на стартовой страничке. То, что относится именно к научно-исследовательской составляющей. Некоторая особенность университета четвертого поколения – естественно, электронная информационная образовательная среда университета, как мы бы выразились, это приоритет. И никакого влияния внешних ЭБС поставщиков контента на систему образования в УЗИ нет. Да, действительно, электронная информационная образовательная среда университета в приоритете над любыми внешними поставщиками тех или иных ресурсов. Это открытость, открытые репозитории, открытость в целом информационной образовательной среды университета для внешней среды. Позже потом будет приведен пример, опять же, по одному из испанских университетов. Практика, ориентированность, практическая составляющая. Конкретно по университетам Италии, опять же, отряде e-books, e-journals, ну и самое разное другое. Это всем известные нам коллекции, да, и Oxford University Press, Emerald, Springer и многие другие e-journals, в том числе и известные нам и итальянские переводики, ну и также многочисленные базы данных, связанные с индексом цитирования, например. Кроме того, здесь могу отметить ресурсы открытого доступа и литературу, доступные через консорциумы. Ведущие 11 итальянских университетов объединены в своеобразный консорциум, ну, как это отчасти происходит и на российском рынке электронных образовательных, на российском рынке у российских университетов, когда преподаватели того или иного университета могут спокойно ознакомиться с трудами коллег из, ну вот, из ведущих университетов Италии. Ну, в общем-то, здесь, опять же, как-то очень сильно удивить подобным моментом сложно. Страничка библиотеки Болонского университета в качестве примера, ну и по поводу комплектования фондов. Здесь и e-books, да, и литература юридического характера, и монографии, и многое другое. Здесь компания, ну вот, напрашивается аналогия между компаниями IVIS и STU Information Services, поскольку знаем, да, Wolfers Kluver, компанию с центральным офисом в Амстердаме. Ну вот, в Италии, скажем, действует ее некое территориальное подразделение, которое называется Lamea Biblioteca. Да, опять же, да, это юридическая литература, юридическая литература определенного издательства. Ну и многочисленные иные примеры издательств, которые мы хорошо знаем, а также отмечу агрегатора, который присутствует на итальянском рынке. Это компания Tarrosa или Cazolini, то есть, ну, опять же, по-разному ее можно называть, но о нем более подробно немного позднее. По поводу e-journals, опять же, да, по поводу комплектования фондов электронными журналами. Опять же, это многочисленные журналы, это журналы-издательств, которые мы прекрасно знаем, да, от EBSCO, Cambridge University Press, та же итальянская периодика и многое-многое другое. Причем, конечно, никакого разграничения национальной, да, отечественной периодики и зарубежных периодических баз данных нет. По поводу единого окна доступа и организации единого окна доступа к тем или иным ресурсам. Могу отметить на примере ведущих западных университетов, что подобный вопрос университеты предпочитают решать самостоятельно, своими силами. Ну, вот, скажем, да, политехнический университет в Милане в качестве примера выбора, но можно отметить немалое количество университетов, университетских библиотек, которые действительно эту проблему предпочитают решать самостоятельно, своими силами. Никакой проблемы в том, чтобы, ну, действительно создать подобную систему в структуре университета своими силами, как правило, у университетов четвертого поколения нет. По поводу наличия агрегаторов на западных рынках среди компаний, представляющих, ну, скажем, итальянские электронные образовательные ресурсы, испанские, немецкие и многие другие, могу отметить значительно меньшее количество так называемых агрегаторов, поставщиков электронного контента, чем на российском рынке электронных образовательных ресурсов. В частности, когда в свое время, несколько лет назад выступал на Нейконовской конференции в Италии с анализом поставщиков электронной информации, с анализом итальянских издательств, баз данных, да, ну и в целом ЭБС, хотел отметить для себя несколько основных ЭБС, чем они отличаются от наших агрегаторов. Ну вот, отметил такого явного, очевидного всего лишь одного поставщика, это компания Тароса. Это действительно один в нашем понимании агрегатор на итальянском рынке электронных образовательных ресурсов, который на равных конкурирует с многочисленными западными компаниями, западными издательствами. И вполне неплохо себя чувствует, поскольку на продукцию компании Тароса подписаны многие ведущие университеты Италии. Ну вот, да, по агрегаторам. Это та же самая Тароса, более 30 тысяч книг, ну и немалое количество журналов, отметим, более 900 журналов, причем на языке стран, которые условно иногда называют Latin Europe. То есть испанский, итальянский, французский, румынский, греческий и некоторые другие языки. Ну и в целом Тароса неплохо представлена и на сайтах, ну вообще в университетах этих стран. Французских, португальских, да и других издателей. Ну и кроме того, многочисленные издатели и издательства, многочисленные издательские коллекции. Это применительно к нашему рынку, если провести аналогию, некие моно-ЭБС, мини-агрегаторы, которые так или иначе, ну более-менее неплохо себя чувствуют. По поводу каталога литературы, отмечу, что, скажем, у итальянского агрегатора он находится в открытом доступе, то есть можно спокойно ознакомиться с перечнем всех книг и журналов, которые присутствуют в составе данного электронного информационного ресурса. Они не считают нужным что-то скрывать, то есть действительно эта информация вполне открыта для пользователей и читателей. Перечень всех книг и журналов данного агрегатора присутствует в открытом доступе. Ну опять же, подключиться можно через шабалет, можно через соцсети самыми разными способами. То есть действительно и в техническом плане, в плане сервисных, технических и иных характеристик, агрегатор довольно серьезный. По поводу электронных информационных образовательных ресурсов в Италии, Испании, России, ну которыми комплектуются, естественно, библиотеки, которыми комплектуются университетские библиотеки. Некие основные сходства можно отметить на примере электронных образовательных ресурсов в университетах, скажем, Испании, Италии и России. Это образовательная функция в первую очередь, это соответствие определенным учебным образовательным программам, дисциплинам. В первую очередь это, разумеется, относится к многочисленным книжным коллекциям. Это те же типы ресурсов, это техническая информационная составляющая и объединение в различные консорциумы. То, что, естественно, происходит далеко не только на Западе, у нас в России отчасти так же. По поводу неких различий между электронными образовательными ресурсами в университетах Испании, Италии, России. Ну, вот это триада, то, что у нас в меньшей степени. E-books, E-journals, E-media solutions. Медиатека, видеокурсы, видеолекции. Все, что связано с разработкой медианаправления. То, что действительно встраивается в учебные курсы, в образовательные программы. Ну, в России этим все-таки занимаются, скорее, не библиотеки. Есть различные НИЦы, есть учебное методическое управление, которое этим так или иначе занимается. Есть центры дистанционного образования, но библиотеки в меньшей степени. Ну, вот, собственно, в библиотеках университетов третьего и четвертого поколения библиотека занимается в том числе и этим. И возможностей каналов влияния здесь гораздо больше. Уже отмечалось, а точнее не отмечалось, сегодня об этом еще не говорил, скрупулезное детальное противопоставление книг и журналов, даже если эти книги и журналы входят в состав одной базы данных. Ну, то есть, допустим, Шпрингер, да, ну и так дальше, книги и журналы, они будут разводиться в две разные базы данных, поскольку это разный продукт и немножко о разном, да, соответствующим учебным программам, образованию, да, то есть образовательная функция, книжные коллекции. AdJournals – это, опять же, немножко о другом. Это научно-исследовательская составляющая, ну и иное. Минимум отечественных агрегаторов, ну, по крайней мере, несколько меньшее количество, чем на российском рынке. Использование зарубежных ресурсов или моноресурсов, издательских коллекций. Отдельно отмечу, научно-исследовательское направление курирует библиотека. И подобная ситуация практически во всех ведущих западных университетах. Повторю, в России кровопролитную борьбу за данное направление вузы, к сожалению, скорее проиграли, хотя, безусловно, есть множество приятных исключений. Библиотека также имеет непосредственное отношение к системе дистанционного обучения, к системе дистанционного образования, ну, по поводу отсутствия противопоставления отечественных и зарубежных баз данных, уже говорил. Ну, и данный слайд об этом, да. Поддержим отечественного производителя. Для университета четвертого поколения, пожалуй, этот лозунг не совсем актуален, с позволения сказать. Здесь сайты некоторых университетских библиотек, испанских университетов, например, автономного университета в Барселоне, где, опять же, триады присутствуют. Эбукс, Эджорнлс, Эмедиа Солюшнс и многое другое. Библиотека политехнического университета в Каталонии, соответственно, разделы, ну, как на сайтах наших библиотек по многим студентам, да, представителям профессорско-преподавательского состава, научные исследования и подразделения университетские, то есть, скажем, библиотека экономического факультета, как мы бы сказали, библиотека социологического факультета и многие другие. По поводу исследований и научно-исследовательской составляющей, что курирует библиотека, это во многом присутствует вот прямо на стартовой страничке библиотеки. Ну, об этом тоже данный слайд. Пример сайта университетской библиотеки политехнического университета в Валенсии, здесь тоже и медиатека присутствует, ну, вот здесь хотел бы обратить внимание на репозиторий университета, да, политехнического университета в Валенсии, то, к чему действительно нам, возможно, следует стремиться в большей степени. Рюнет, управляемая библиотекой университета, политехнического университета, повторюсь, в Валенсии, институциональное хранилище университета, целью которого является предоставление доступа в интернет для научного, академического и корпоративного университета. Рюнет отражает приверженность университета Будапештской инициативе открытого доступа, Берлинской декларации об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию и политике университета по вопросу открытого доступа. Ну и, естественно, Рюнет предназначен сохранять продукцию сообщества университета. Документы могут быть самых разных типов, и материалы конференций, и журнальные статьи, и мультимедиа, ну и многое-многое другое. По поводу онлайн-курсов, по поводу, скажем так, составляющих Media Solutions. Массовые открытые онлайн-курсы – это мировой тренд, пришедший из США, и он давно присутствует и в европейских странах, и нашел отражение, в том числе, на сайтах ведущих университетских библиотек Германии, Испании, Италии и многих других. Ну вот, по Элёнингу как раз хотелось бы в качестве примера привести именно испанский рынок, которым в свое время занимался, и что, опять же, во многом курирует университетские библиотеки Германии. Многие немецкие университеты и музеи предлагают бесплатные интерактивные лекции, а образовательные интернет-платформы позволяют не только научиться программированию, анализу бигдейта, но и выучить, например, китайский, грузинский или иные языки, научиться разбираться в современном искусстве. Действительно, существует много разных сайтов платформ. Причем, отмечу, он Кампус, интернет-платформа высшей специальной школы Любика, которая предлагает так называемые бесплатные массовые открытые онлайн-курсы, которые мы, как правило, называем молками в самых разных областях знания. Математики, информатики, психологии, физики, истории. Причем, все это бесплатно или почти бесплатно. Ну, скажем, может присутствовать некая плата, причем минимальная, до 8 евро, если память не изменяет, если предполагается получение некого сертификата об обучении. Курсы доступны на немецком, английском и не только этих языках. Ну и, кроме того, предлагается ряд и платных, и бесплатных курсов по ряду отраслей. По поводу ленинга, самое главное слово, которое я хотел сегодня произнести, это «едюкейтику». Вот просто, ну, скажем так, в качестве самостоятельного изучения бесплатных курсов полезных, не всегда полезных, огромное количество. Их число только растет. И вот сейчас проблема именно в поиске информации. Да, вот система ВПД 0, с позволения сказать, пользователи ищут информацию, поскольку курсов огромное количество, и важно понять, насколько они качественные, какие из них вообще имеет смысл встраивать в учебно-образовательные программы, какие имеют, ну, точнее, не имеют никакой ценности. И чтобы не потеряться во всем этом многообразии, стартап из Мюнхена запустил собственную базу данных «едюкейтику» по мировым образовательным онлайн-приглажениям. Удобная система фильтров позволяет выбирать между платными и бесплатными предложениями, а также сортировать онлайн-курсы и в целом учебные курсы. Ну вот, по самым разным запросам, по странам, по университетам, по конкретным специалистам, сертификатам, без сертификата, на каком языке, да, какое количество, скажем, лекций, ну, или, да, если это не лекции, чего-то иного, что должно присутствовать в составе видеокурса. Можно подбирать курс по названию университета. Скажем, Франкфуртский университет выложил онлайн около 90 бесплатных лекций, ну, опять же, по самым разным направлениям и дисциплинам. И действительно, с этим, скажем так, ну, с позволения сказать, стартапом, да, с этой базой данных, в целом с сайтом «едюкейтика» можно ознакомиться. Там, пожалуй, действительно немало полезных онлайн-курсов присутствует, ну, для себя, для неких, возможно, выводов на перспективу. Как это выглядит, да, и муки, и самое разное направление, архитектура, биология, экономика и многое-многое-многое другое. Здесь пример поиска онлайн-курсов по определенному количеству запросов, по тематикам, по языкам и многое другое, опять же. Здесь более узкий запрос конкретно по экономике, конкретно на английском языке, с выдачей сертификата, ну, можно, точнее, на немецком языке, можно еще поставить галочку, допустим, какой университет, да, интересует, ну, и прочие моменты. То есть, действительно, немало подобных разработок присутствует на рынке электронных образовательных информационных ресурсов, и, возможно, здесь следует проявлять несколько большую активность, чем сейчас имеет место быть. По поводу дистанционного образования в Германии, ну, и в некоторых иных европейских странах, к чему причастны библиотеки, университетские библиотеки многих стран, о том, что система электронного образования и лёнинг в Европе достаточно хорошо развита, естественно, многие знают. Электронное, ну, точнее, дистанционное образование и лёнинг, конечно, это понятия не тождественные, они во многом различаются, но особенно в последнее время достаточно часто используются как синонимы. Естественно, во многих европейских странах давно осознали перспективность дистанционного обучения, и отмечу, что в системе образования Германии функционирует виртуальный институт. Ну, вот, если перевести на русский язык буквально, да, дословно, виртуальный техникум, это своего рода объединение 15 немецких и 4 шведских вузов, который предлагает получить высшее образование по ряду прикладных наук. Вузы, предоставляющие интерактивное обучение, расположены в следующих городах, это Фрайбург, Мангейм, Карлсруе, ну и многие-многие другие. И причём центром такого дистанционного образования является Хаген, и университет Хагена предоставляет услуги в сфере образования, ну, в сфере дистанционного образования на протяжении 25 лет не только гражданам Германии, но и иностранным абитуриентам. На сегодняшний день в университете Хагена обучаются порядка 60 тысяч студентов, при этом информационная база рассчитана на 80 тысяч учащихся. Особенности дистанционного образования в Германии, ну, в некоторые моменты может быть несколько сложно поверить или довериться им, да, как, например, тому обстоятельству, что в Германии можно получить дистанционное медицинское образование, и это всё достаточно просто. А основные специальности, которые выбирают студентов в процессе удалённого обучения, это юридические, информационно-коммуникативные, а также электротехнические, да, ну, вот представим электрик, который получил дистанционное образование. Опять же, отношение к этому может быть разным, но, тем не менее, это давно реализовано в Германии, да, действительно присутствуют такие особенности дистанционного образования. По поводу национальной платформы открытого образования, я думаю, с этим знакомы, да, что в России создаётся и продвигается открытое образование, как новый элемент системы высшего образования в России. Открытое образование – это современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Это и МГУ имени Ломоносова, Большой Петербургский университет, Питерский политех, МИСИС, Высшая школа экономики и многие другие. Все курсы, размещенные на платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы в ВУЗе предусмотрена действительно возможность получения сертификатов. Что здесь можно отметить уже применительно к российским реалиям и к российскому образованию. Курсы национальной платформы, конечно, имеют определенные особенности. Все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ, реализуемых в ВУЗах. И особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а также процедурам оценки результатов обучения. Ну и, в общем-то, ссылка на национальную платформу открытого образования на данном слайде также присутствует. Естественно, с онлайн-курсами можно ознакомиться. Это все подробнейшим образом представлено. Это разработки, точнее, онлайн-курсы целого ряда ведущих российских университетов. К огромному сожалению, у нас подчас случается так, что превалирует скорее принцип панического менеджмента и некая стратегия эксперимента, нежели стратегическое видение на перспективу. Ну вот, пожалуй, так оно и есть. Ну и что хотелось бы отметить в заключении. Вроде бы в час я укладываюсь, да, ну, с определенной оговоркой. Могу отметить, что не так давно был в Аргентине и узнал, что самой широкой рекой в мире является не Ганг, Нил, Волга, Енисей или какие-либо другие реки, а река Лаплата, ширина которой достигает 50 километров, и по разным берегам, расположенные столицы двух стран мира, Монтавидео, столица Урагвая, и Буэносаро, столица Аргентины. Ну и кроме того, по Лаплати можно и в Асуньсион, приплыть в столицу Парагвая. Это действительно очень широкая река, по которой можно двигаться, и конца и краю которой не видно. Вот университеты четвертого поколения, а точнее университетские библиотеки четвертого поколения, ну, в том числе в западных, а не только университетах, они все-таки двигаются по более широкому руслу, поскольку занимаются рядом направлений, ну, не свойственных, да, то есть, скажем, университетам Российской Федерации. Просто это и научно-исследовательская составляющая, это и E-Media Solutions, и многое другое. Вот, пожалуй, в основных чертах, что касается принципа комплектования фондов в университетах четвертого поколения, о чем хотел рассказать, рассказал, поделился некоторыми наблюдениями, надеюсь, они показались небезинтересными. Всем огромное спасибо за внимание, и с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые есть. Или сейчас, ну, или, собственно, по любому из средств связи, которые присутствуют, да, по телефону, по электронной почте. Буду рад общению. Коллеги, спасибо за интерес, спасибо за терпение. Если есть какие-то вопросы, буду признателен, пока здесь. Вижу, что досидели до конца. Вот это радует. Коллеги, вам огромное спасибо. Сегодня общался с Павлом Юрьевичем Калинниковым. В том числе обсуждали вопрос, что во втором полугодии, возможно, также проведу вебинар уже конкретно по европейским рынкам и по комплектованию фондов в ряде университетских библиотек Германии, Италии, Испании, Франции. На Найконовской конференции осенью буду выступать с докладом по рынку китайскому. То есть там тоже много интересных особенностей. Ну вот, если все будет хорошо, то действительно осенью что-нибудь интересное расскажу по университетским библиотекам в ряде европейских, а возможно, не только европейских стран. Коллеги, и еще раз огромное спасибо. Спасибо за внимание, за интерес. Контакты есть. Всегда рад вопросам, всегда рад общению. Спасибо всем огромное.